Приветствую вас. Смотрите, ну, вот читая вашу историю, хочется выделить два момента. Первый момент, это то, что психолог не дает советов, в принципе. Принимать решение, значит, думать и делать что-то для того, чтобы достичь своих целей, это исключительно ваша ответственность и задача. Психолог может раскрыть, да, может раскрыть ваши собственные личные проблемы. И уже раскрыв их и став свободной, вы можете двигаться дальше. То есть, вы можете легче принимать решение тогда, если, если, как бы, у вас не будет проблем. Это первое. Это первое. Второе. Все было хорошо. Все было хорошо. Я имею ввиду в тексте. Ну, давайте даже вот, почитаю, почитаю. Познакомились с парнем, общались, все было хорошо. Что именно хорошо было? Насколько у вас было много общего с парнем? По поводу чего вы познакомились? Какое вы значение ему уделяли? Да, это было вот... Непонятно, но необходимо. Дальше дружеского обнажения никто не планировал. Ага. Вы видели в нем друга. Хорошо. Не сочтите меня за, может быть, баронойкой или там что-то еще, но... Довольно... Сомнительная, на мой взгляд, идея искать друга парня... По знакомству... Не из детства. Ну, то есть, прямо вот из детства, детства, детства. Самого. Потому что относительно взрослые ребята... Взрослые парни. Взрослые мужчины. Ну, они, опять же, находясь... Как бы вот... Ну, в своих... Шаблонах, да? В своем шаблонном восприятии. Ну, они, скорее всего, дружиться с вами не захотят. Вот. И, понимаете, вот, что самое интересное, да? Самое, что интересное, то, что... Их, вряд ли, может, можно, как бы, ну, винить за это. Да? То есть, их нельзя за это винить, на самом деле. Вот. За то, что, как бы, ну, они не хотят с вами, с вами дружить. Ну, просто потому что. Да, просто потому что. Ну, вот такие они, как бы. Понимаете? Ну, вот. Т.е. 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 Это вот стандартная такая история, что типа, ну, а как же, это же мужчина, я же хочу мужчину, там, и так далее. Стандартная история. Но она не работает. Понимаете? Потому что как бы в норме, в норме, да, именно в норме, никто изначально не хочет встречаться. Именно встречаться не хочет. Человек, он как бы изначально просто привлекает, вот он просто как бы привлекает, ну, интересный человек, да, там, с ним весело, с ним классно, с ним здорово, например. И все. И больше ничего. Понимаете? То есть тут вот, конечно, интересный, интересный такой аспект. Именно вот, если говорить про он, то с вами происходит. То есть вот вы говорите, что, а, значит, дальше друзей к отношению никто не планировал, что планировали тогда. Ну, если друзья какие-то отношения не планировали, то что планировали в таком-то случае? Ну, согласитесь, да, как бы? Э-э-э, логично. Ну, как бы, ну, предположить, предположить это. Вот. И это нужно исследовать тоже. Да. К сожалению. Хотя, не знаю, может быть даже к счастью, не к сожалению. Чтобы вы поняли, что вообще вам было нужно изначально. Вот. А, значит, дальше. А, дальше вы пишите, значит, недавно я заметил, что мне нравится больше, чем просто друг. Ляшил. Нравится вам больше, чем просто друг. Отлично. А, предположим, что у вас к нему чувства. Да, есть. Ну, появились чувства какие-то, да, более сильные. Ну, как бы, это хорошо, ничего страшного, да. Но. Какие чувства? Симпатия. Любовь. Привязанность. Знаете, симпатия, вот, что, как бы, интересно, да, симпатия. Симпатия, это просто выделение человека. Да, то есть, я просто, вот, я выделяю, я просто выделяю, там, ну, человека на фоне других. Вот. Просто. Просто выделил. И, это ничего не значит. Еще. Если любовь, то вы хотите, хотите, ну, чтобы человек, там, грубо говоря, был счастлив. Например. Например, ну, допустим. И, чтобы человек был счастлив, вы готовы сделать, ну, как бы, вот, все, что, ну, что, что нужно. Вы готовы сделать, все, что нужно для этого вам, например. Вы готовы сделать для этого все, что можете, можете сделать. Правильно, да? Понимаете, о чем я говорю? Можете сделать счастливым его? Сделали. Не можете сделать счастливым его? Ну, 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 не сделали. Кхм-кхм. Вот. Это любовь. А, привязанность, да, привязанность. Это несколько другая история, именно, привязанность. Это когда вы уже нуждаетесь в нем. Вам он прямо нужен. Ну, для чего-то. Для удовлетворения своих потребностей, потому что привыкли, там, что-то еще. То есть, ну, по-разному бывает. По-разному бывает. Вот. Исследуйте это, и, соответственно, вы, выделите, что именно за чувство у вас. То есть, что это такое за чувство, как оно... Себя раскрывает. Вот. Это чувство. Понятно, да? Надеюсь. О чем я говорю. Вот. Дальше. А, у него девочка есть. И при общении с ними, из-за этого будто камень на душе. То есть, чувствуете, вот, что у вас как будто идет, эм... Ну, как будто у вас негатив идет. А, ну... Из-за этого. То есть, это не просто такой чувство, типа, типа, о, у него девочка здоровая, он счастлив, все хорошо. Все хорошо. То есть, я рада за него. Нет. Это не так. Это именно такой чувство, типа, ой, вот у него девочка, а он не со мной, да? То есть, это такое сравнение, как бы. Сравнение... Себя, да, вот с ней, например. Или фрукзрация из-за того, что... Вы не можете быть с ним. То есть, как бы, такая история, типа, что... Ох, ах, как он мужчина, а я, типа, с ним не могу быть. Или, ох, он мне так нравится, а я... Кхм, не могу с ним быть. Понимаете? Ну, это, то есть, вот, ээээ... Такой момент. Это момент про вас, момент про то, что, про то, что, ээээ, ну, хочется вам, это момент про то, что вам нужно, это момент про то, что вам необходимо, это момент про то, в чем вы нуждаетесь, на самом деле, как бы. Иссори об этом. В таком случае. Прибавить симпатию не в курсе, так, а вот, как бы, момент, да, как вы относитесь к своей симпатии? То есть, считаете ли вы это чем-то, чем-то, там, плохим, например? Или, считаете ли вы это чем-то негативным, ну, для себя, для него и так далее? Можете ли вы сказать ему о своей симпатии, ничего не ожидая от него взамен? Вот. Ну, подумайте, вот, на, 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 на эти темы, в том числе. Так почему он не в курсе, ведь вы же вот сказали о том, что он не в курсе, значит, что? Ну, наверное, хотите, чтобы он был в курсе, правильно? Наверное, я так вот думаю. Вот. Ну, так, а... История, история, она именно об этом, в том числе, как бы. История, она именно про это, а вот, про что, как вы относитесь к своей симпатии. Считаете ли вы это чем-то хорошим или считаете вы это чем-то плохим? Ну, для себя. Вот. Дальше. Вы пишите, соответственно, думаю, может быть, там, прекратить, как бы, общение. Да, это вы пишите. Дальше. Одно смотрим. Да. Правда, как прекратить эти отношения и сказать все, как есть? Ммм. А что сказать? Есть. Всему обязательно прекращать отношения. Почему нельзя просто сказать, там, ну, там, дорогой, да, или, там, ну, Петя, например, Петя, вот, знаешь, я к тебе, у меня к тебе симпатия, да, то есть я поймал тебя на мысли, что у меня к тебе симпатия. Вот. Я просто говорю тебе об этом, потому что хочу быть с тобой, как бы, честно. Вот. Правильное это? Да. Честное это? Да. Адекватное это? Да. 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 Все это адекватно. Все это адекватно, все это правильно, все это, как бы, верно. Нужно ли из-за этого заканчивать отношения с мужчиной? Нет. Не нужно. Потому что, вот это действительно будет глупо, это действительно будет, ну, рублением с плеча. Вот. Если вы закончите отношения. Почему? Да? А потому что вам это будет вред, как бы, нести. Понимаете? Вот. То есть это будет вред вам. От того, что вы с ним, ну, останется. Вот. Это будет просто вред. По сути. Вот. И все, и все, и все, и все. То есть глупым может быть не какое-то эфемерное действие, которое вы сами обесцениваете. Кстати, о природе обесценивания тоже нужно поговорить. Да? То есть как часто вы вот так обесцениваете, как часто вы считаете какие-то свои слова там, ну, свои действия там глупыми-глупыми и так далее. Вот. Это вот тоже такая отдельная история. А именно глупым можно назвать то, что вам вредит. И вреда быть не должно. То есть как бы все, что вы делаете, не должно причинять вам вред. Что бы это ни было. С чем бы это ни было. Понятно? Вот по факту это то, что можно вам сказать. По факту. Соответственно, вы пишете, что делать, да, то есть не знаю, что делать. Вот. Соответственно, что делать, чтобы что. Вы хотите. То есть если там. Ну, грубо говоря. Если. Отношения сохранить. Одно. Мужчины. Друзьба. Например. Если себе добраться. Другое. Другое. Если. Там. Грубо говоря. Построить. Там. Ну. Построить. Отношения. Какие-то. Да. Там. Просто. Как бы. С. Этим человеком. Это. 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 Еще один момент. То есть определите для себя. Что. Что вы хотите получить. По факту. По итогу. Вот. Как бы. Ну. Чем вам может. Чем вам может. Помочь. Эээ. Психолог. В этой ситуации. Если не советом. Да. Если не советом. Да. Если не совет. Типа. Вот. Давай там. С ним. Там. Не знаю. Не знаю. Там расставайся. Например. Да. Да. Если не совет. А именно. Вот. Помочь. Именно. Помочь. Чем. Чем может вам помочь. Вот. Что вы хотите. Кто вы хотели быть. Для себя. Именно. В этой истории. Ну. Вот. Это. Это. То. Что. Нужно. Это. То. Что. Необходимо. Так. Можно вам ответить. Именно. С точки зрения. Профессиональной психотерапии. Вот. То есть. Не исключено. Да. Не исключено. Что. У вас. Есть. Есть. Ревность. Не исключено. Что. У вас. Есть. Страх одиночества. Не исключено. Что. Вы. Сравниваете себя с другими людьми. Не исключено. Что. У вас. Есть. Страх неудачи перед отношениями. Вот. В отношениях. Точнее. Не исключено. Что. У вас. Есть. Страх. Страх близости. Вот. Не исключено. Что. Вы. Не признаете в себе. В своих желаниях. Вот. Не умеете их. Реализовывать. Выразить. Вот. Но это. Все. Купируется. Все. Корректируется. Вот. Соответственно. Этим. Проводят работу. Так что. Вот. Интересно. Обращайтесь. К любому. Из. Психологов. Вот. Значит. Начинаете работать. Начинаете работать. Начинаете работать. Значит. Эм. Если у вас остались вопросы. Ко мне. Эм. По моему ответу. Да. Эм. Пишите в личку. Буду рад помочь. Эм. Если вам. Понравился мой ответ. Буду благодарен. Если. Сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Что, если ты нояне нравится. Продолжение следует...